Да, это у нас автопик про покушать. Сейчас вот мы поснимали, по 10-го едем покушать в Чайхану. Лично я кушать мясо буду. Максимушка не знает, что будет кушать. И зашла речь о том, что я сейчас делаю. Я сейчас решил, ну, минимум я пару недель, ну, точно неделю, по любому возможности, по возможности, три месяца. Хочу попробовать посидеть на том, что называется на Западе Zero Carb, то есть абсолютно безуглеводная диета, но на самом деле Zero Carb, это так называемая плодоядная диета. То есть ты кушаешь в основном мясо, также немножко икры, сыры, рыбу. Ну, там кто-то молочку переносит, кто-то не переносит. По-разному немножко. Если зайти с ракурса на организации питания, то ядро, скажем так, вот центральная часть, это все три компонента, это корова, соль и вода. Скажем так, если посмотреть на содержание питательных веществ и, в принципе, достаточность какого-то вида мяса для того, чтобы кушать и быть здоровым, быть более здоровым даже может быть, чем, в принципе, обычно сейчас люди. Чем животное больше, тем эмпирически меньше нужно вариативности. То есть мышами питаться тяжело. Нужно 10 видов мышей и желательно птичку. А вот одной коровы можно. При этом в идеале это включает в себя не только красное мясо, не только мышцы скелетные, но и органы. Ну, печень, например, точно, там, рубец, может быть, немножко язык, потому что у них много всяких разных витаминов, там, в частности, витамин С на сантиметр. Сразу же может возникнуть вопрос, чувак, в мясе недостаточно тиамин и витамина С. Да, в присутствии углеводов недостаточно. В отсутствии углеводов захват витамина С и потребность в тиамине радикально падает. Та же самая история с магнием, например. То есть сколько ты магния не съешь, в присутствии, там, крахмалистой кукурузы, он практически не усваивается. В присутствии, там, картофель, зелень тоже усваивается. В отсутствии все питательные вещества все еще сделаны коровы, все ваши, чуваки, все полностью прекрасно усваивается. Желательно бульон какой-нибудь из костного мозга, что-нибудь такое жирненькое, это хорошо для кишечника. Собственно, если кишечник так себе, а вы знаете, статистически будете смеяться, но чем меньше вы клетчатки едите при высокобелковой, высокожировой диете, тем лучше. То есть тупо статистически, это клинические исследования, ее статистика, вы можете их поискать. При добавлении клетчатки, на самом деле, количество расстройств возрастает, при уменьшении падает, а при полном устранении вообще исчезает. Но при условии, что вы едите не крахмал, что вы едите именно мясо. Почему? Как пищеварение наше работает? У нас основное всасывание веществ происходит в тонком кишечнике сразу же после желудка, который расщепляет аминокислоты. Да, вот он берет белки, их расщепляет на жирные аминокислоты и их всасывает. Собственно, корова, между прочим, сидит на 100% в высокобелковой, высокой жировой диете, потому что ест она не траву. Ест она те существа, которые живут в рубцах, это микроорганизмы, грибы, черви даже, может быть, некоторое количество, и продукты их жизнедеятельности, то есть жирные кислоты. То есть они сидят, жрут, уструют жирными кислотами, белками, грубо говоря, и жирами, наверное, немножко, и корова их ест. Никакую траву она не ест, никакую соколку углеводной диеты у коровы даже близко нет, эту чушь. Значит, соответственно, если вы съели что-то углеводистое, у вас начался процесс переваривания в слюне, там, по-моему, аминаза называется вещество, ну, нужно очень хорошо разжевать, ну, типа раз 40-200 раз, вот прямо слюной, прям вот вообще в кашу, тогда чуть-чуть происходит пищеварение здесь, остаток пищеварения происходит уже, насколько я помню, в толстом кишечнике для именно углеводов, и как, опять же, в том числе, крахмал, в том числе, потребляется микробами, и они там тусят, окей. Если вы едите мясо, нормально пережеванное, жевать жирное, у вас оно всасывается, будучи расщеплено, в тонком кишечнике быстро, составляет малый объем и дает, как это ни странно, низкую нагрузку на пищеварение в целом. Значит, это первая тарда часть. То есть, если интересно, Наташа Кэмпбелл, поищите нашу со всеми русскоговорящими постсоветскими людьми, я думаю, даже не верю, что она именно из России сейчас, по-моему, в Ирландии живет, есть у нее совершенно точная лекция на английском. А вот мы сейчас, видимо, развернемся, да, и поедем в Чайханово по другому маршруту. Наташа Кэмпбелл можете поискать. В принципе, все это является вариацией так называемой диета-диеты, которую я юзал. Я кушал жирное масло, сметану, сыр с маслом, сыр со сметаной, сметану с сыром, значит, орехи, вот такое все. И что, я до конца не адаптировался, все-таки у меня были приступы слабости какой-то непонятной. Однако я ходил сытый просто, вообще сытый, совсем сытый. И при этом скинул килограмм 10, и при этом еще подкачался в тот момент времени. То есть неплохо. И выбил ты, хорошо, на самом деле. И когда потом начинаешь кушать углеводы, тебе так прилетает по организму, говорит, что за херня вообще, зачем ты это ешь, зачем ты съел эту кашу, она тебе тяжело переваривать, чувак. Бери ее. Понятное дело, что организм отвыкает, да, и поэтому ему кушать углеводы становится тяжело. Так, людишки, вы едете? Нет? Нет. Вот, соответственно, мясная диета в данном случае, это вариация кето-диета. Ты жрешь не сухое мясо, никакие грудки, упаси боже, ты ешь жирного барана. Вот жирное жира должно быть много, он калорийнее намного более насыщенный, чем, собственно, мясо, и поэтому основная часть калорий, как таковых, она идет из жира. Это кето, это кетос, это то, что стимулирует вашу митохондрию, чтобы был выше уровень энергии, то, что помогает вам находиться в тепле, потому что митохондрии при холоде активируются, и вас согревают, то, что создает, с одной стороны, закисленную и херовую, как бы, среду, в которой херово очень, кому раку херово, бактериям всяким херово, да, но клетки имеют в сторону механизма защиты. Это является герметическим эффектом, то есть полезным стрессором, вызывающим полезный ответ. Несмотря на огромный, на более высокий, точнее, стресс по окислению, клетки включают механизмы защиты и антиоксиданты, так что в итоге вы имеете антиокислительный эффект от того, что едите всякое жирное и вкусненькое для сердца полезное. У вас сердце, в принципе, работает на жирах. Соответственно, поэтому сейчас я еду и буду есть шашлык. Но вот отличие жирненькие, желательно барашка. И вот отличие от кето, в кето можно фрукты, минимум совсем не сладкие, совсем буквально ягодки, можно овощи, орехи. Но прикол в том, что те же самые орехи, они имеют антинутриенты. Они не хотят, чтобы вы их ели, на самом деле. И люди, вся история готовки, это поиск способов деактивации антинутриентов в питательных веществах. То есть, чтобы их можно было, наконец, усвоить, не сырым жрать, а что так сделать. Поэтому, что, я чуть-чуть яблоки ем. Я понимаю, что это фрукты, сахар, ну, буквально чуть-чуть, чтобы они это не вышибло. Потому что, если посмотреть Наташу пямбалу, у меня подход такой. Еда – это животные продукты, все овощные продукты являются, так сказать, химчисткой для кишечника, таким стрессором для кишечника, стресской для кишечника, которая в небольших объемах полезна. То есть, есть уже данные по пользе вегетарианских постов и веганских постов, но именно как постов, не как постоянного образа жизни. Самая интересная история, наверное, когда Наташа Кэмпбелл ездила по Индии, она встретила там паломников, которые посещали священные места. Они были очень бледные, такие уставшие, в каких-то там золотых мантиях. И спрашивает она, что вы, что вы, как? Они говорят, вот мы паломники, посещаем священные места, нам нужно голодать, это так тяжело. Она говорит, а как вы голодаете? Ой, у нас такое строгое голодание, 42 дня, больше нельзя, запрещено 42 дня. Что вы можете кушать? Ой, мы можем кушать рис, овощи, хлеб, фрукты, бобовые и растительные масла. Это так тяжело, так тяжело, вы себе не представляете. То есть, по сути, мы сейчас перечислили то, что едят или хотят есть веганы. При этом есть один большой прикол. Корова, которая пасется на лугу в естественной среде, с волками или с другими хищниками, она, во-первых, не уничтожает гумус, она его производит. Когда корова съедает верхнюю часть растений, нижняя часть растения может симметрично отмереть. Корни превращаются в гумус, в перегной. Гумус удерживает углекислый газ. Химические удобрения – это единственный способ выращивать в большом количестве, большое количество овощей, картохи, вот этого всего. Потому что корова, вообще-то, она на фермерском хозяйстве пасется сама, с ней ничего делать не надо. А вот фрукты, овощи, с ними геморроя много. В то же время корову вырастить промышленно – это геморрой, они должны жить в своем дерьме, вот в этих ужасных, совершенно неподобающих и недопустимых условиях. Однако корова на свободном выпасе растет сама. Поэтому, как бы, химическая промышленность, заинтересованная вегетарианстве в массовом производстве фруктов, овощей, вот этого всего, с использованием большого количества химикатов, которые землю просто убивают. Ребята, ГМО – это вообще благодать. Она позволяет как раз уменьшить количество химикатов, и нужно всеми силами поддерживать ГМО, которые уменьшают нагрузку на землю. Эти монокультуры неестественные, которые абсолютно не хотят расти. Даже тот же шоколад изначально как выращивался, там уровень шоколада, уровень там какого-то, там манго, например, я не знаю. Вот они вместе растли, одни тень дают, там у них баланс, приятный веществ, это все жопа. Единственный правильный способ – не быть мудаком, на самом деле, не приводить к убийству всех тех существ, которые живут в земле, всех тех существ, которые на поверхности, всех птичек, этих химикалий, которые гасят всех подряд. Это все, что веганы поддерживают, на самом деле, хоть они считают, что это не так. Это не покупать продукты из магазина мясной, это поискать какое-нибудь фермерское хозяйство, поддержать его денежкой, где можно купить мясо с коровы, которая бегала-прыгала, жила нормальной жизнью, поддерживала экологическое разнообразие. Поэтому не будьте мудаками, не будьте веганами, кушайте животные продукты, но относиться к этому нужно этически. Кушать все подряд нельзя, к сожалению, отсутствие выбора, отсутствие какой-то взгляда, оно делает нас так же мудаками, даже если, может быть, и не специально.